Издательство Эксмо. Саги огненных птиц. Анна Йорм. Ему никогда не жилось спокойно и привольно, и все его деяния представляли собой отчаянные попытки проявить себя и показать свою силу. «Дурной сын, почитай, моваться! Повезло Арну Крестителю, что боги! Бог дал ему двух сыновей и старшего наделил равной разумом и силой. Младший не в рот пошел. Весь в дурную мать, весь в мать!» А он, младший сын, дурной сын, все слышал, пусть и молчал. Слышал, как епископ и воеводы отца Яр Лагни перемалывают ему косточки за стеной, словно две болтливые кухарки. Омерзительные старики. Ладно, его честь пытались запятнать, но обозвать матушку дурной женщиной... И как только посмели. Теперь же пришлось сидеть точно на цепи, запертым в своих же покоях, и слушать все это против своей воли. Все против своей воли. А что по его воле было сделано, то все оказалось против рода и против Конунга Крестителя. Против отца. Судачили о его поступке как о проступке, позабыв, что сам Конунг хотел подмять под себя растущий неподалеку от их столицы островной город Свеев. Многое себе позволяли пришлые купцы, поселившиеся на их территории. Недовольство Крестителя росло день ото дня, и вряд ли бы он разрешил эту ситуацию мирно. Не было тут другого пути, только сила. А ведь брат Лейв, холодная голова, он ведь просил остаться. Знал, что отцу будет неугодно его желание запугать Свеев, позарившихся на чужие земли. Но как Арн Креститель терпел все это? Он облизал широкую рану на губе, снова ее раздражая. Она заросла, но все еще бугрила, смешая и побаливая. Наемные стражи острова, хоть и не сразу сообразились, чем пришел на ладьях сын Конунга, все же решились дать запоздалый отпор. Хольда в городе было мало, почти все ушли под парусами на войну вслед за Конунгом Анундом. Альгир взял город почти без боя. «И как ты привел сына Крестителя обратно, никого не убивший?» Раздался взволнованный голос епископа. «Когда мы подплыли к острову, нас долго держали за чистоколом, не давая высадиться. Но, видимо, в ком-то из его хольдов проснулась совесть при виде знакомого паруса. Нас, наконец, пустили. Альгир, беспечный плут, праздновал смехотворную победу в тамошнем большом доме, запугав местных жителей. Да только передо мной, сынами моими, вся охрана его раступилась. Сраженная пропустила вперед. Так что мне оставалось лишь изловить его как зверя и связанным по рукам привести к отцу. Надо было ему еще рот заткнуть, чтобы не скалился на меня, думая, что отец все ему простит да поблагодарит». «Знатный пленник помассировал запястье, которое все еще соднило из-за тугой веревки». «Не знал я, что он не от имени крестителя деяния творит». Говорящий сотворил божий знак при упоминании конунга при жизни признанного святым. «Ведь и сам креститель собирался взять город Свеев. Они слишком близко подошли к Онаскану и заняли земли, что принадлежат нам по праву». «То-то же. И в чем тогда провинность?» «Не так скоро и не так жестко». Воевода приумолк ненадолго. «В городе был важный человек конунга Анунда. Люди Альгира убили его. Что же теперь Анунд потребует от нас за смерть родича?» «Ох, не в то время захворал наш конунг. Ох, не в то». «У него были свои планы на остров, но он не успел их осуществить. Теперь же я надеюсь, что выходка-выродка не сильно нарушил их». «Дай Бог здоровья крестителю нашему», — залепетал почтенный епископ. «Долгих лет жизни». «Уж я-то сам не знаю, удастся ли задобрить теперь Анунда. Сколько ж серебра или людей он потребует за своего родича и каждого убитого Хольда. Рука у Анунда крепкая, так что боюсь не видать нам полюбовного разрешения этой ссоры». Воевода шумно вздохнул. «Этот щенок много крови пролил». «Нет в том ни капли разума. Ни капли разума его отца, который всегда с таким трепетом относился к миру со свеями. Дикий он. Поганый. Как его мать. Благо, что не ему быть нашим конунгом. Благо, что не ему. Леев будет хорошим продолжателем дела своего отца. Не отвернется он ни от новообретенного бога, ни от поддержания мира с Анундом и прочими крещеными конунгами. Альгир. Он всегда был лишь тенью могучего и мудрого брата. Пылью под ногами отца своего арно-крестителя. И уж точно мусором под ногами его деда. Он не из тех людей, что строят города и богатеют. Выродок. И грязное пятно на имени семьи, живущей как блоха. Пленник снова облизал запекшиеся губы, страшно улыбнулся на эти слова. А что же теперь Альгира ждет за самоуправство? Поинтересовался епископ. Тут уж воля конунга будет не моя. Я все сделал, что в моих силах. Разве что при Хольдах креститель меч отнять попросит вместе с поясом. Так это тоже не совсем моя забота. А дальше что с ним будет без меча и пояса, не знаю. Наверное, ссылка. Младший сын конунга усмехнулся, скорчив болезненную гримассу. Побелевшие веснушчатые щеки налились румянцем. Думает старик, как накажут его, сына крестителя. Да как бы сам скоро не попал в немилость. У него союзников и наемников не меньше. Силы отомстить найдутся. Он зарычал, а как услышал скрип лестницы, ведущий к его покоям, сник и вид принял смиренный, будто крестить его пришли по его же доброй воле, а не вести к отцу на суд.